Всем привет! У нас снова приключения. Мы приехали в Сергиев Посад. Это город недалеко от Москвы. В часе езды, если вы едете без пробок, отличается особенной исторической ценностью, интересной архитектурой, различными музеями и, конечно, вкусными ресторанами. Мы постараемся сегодня в нашем обзоре об этом во всем вам рассказать. Надеемся, что будет интересно. Друзья, мы сейчас находимся в самом центре Троицы Сергиевой Лавры. Это огромный музейный и храмовый комплекс, где находится куча-куча всяких колоколен, монастырей, соборов. И у этого места довольно интересная история. Это место привлекает в себя паломников со всей России, и не только России, но и просто, в принципе, туристов. Монастырь, как вы все, наверное, догадываетесь, основал Сергий Радонежский. Вообще это место родилось не в таком вот виде, как оно выглядит сейчас, не из таких шикарных камней, белокаменных стен. История гласит о том, что Сергий вместе со своим братом поселились на холме Маковец. Вместе потом братья построили храм. Стефан нашел монастырь, а Сергий еще два года потом жил в деревянном каком-то ошельническом месте. И затем вокруг него стали собраться такие же ошельники, как и он сам. И вместе они потом основали вот такой вот храмовый комплекс. И, как вы видите, сейчас он огромный и впечатляет действительно своими размерами и уникальной архитектурной особенностью. Здесь находится очень много разных храмов. Самый известный – это Успенский собор. Здесь находятся потрясающие святыни. И среди них чудотворная Казанская икода Божией Матери и мощь святого Иннокентия Московского. Именно так, да. Но самое высокое здание здесь – именно это колокольня. Здесь расположена самая большая в мире колка, которая весит 72 тонны. И чтобы ему позвонить, нужно сразу несколько человек. Пойдем прогуляемся, и мы вам покажем, что это такое. Собор, про который я уже говорила, это самый известный, самый большой собор здесь. Успенский. У него очень прикольные синие маковки с золотыми звездочками. Он довольно-таки красивый. Храм был построен в 16 веке, и по сей день сохранились первозданные иконы, то есть с 16 века. И дошел до нас даже гроб, в котором похоронен Сергий Радонежский. Здесь манят криптовалюту. Видите? Крипта Успенского собора с храмом. Мы сейчас зашли в этот храм. В общем, очень странно, что священник ко мне подошел и сказал, что себя и людей снимать нельзя. Но оформление снимать можно. Но потом я увидел, что там у них свечки на электричестве, колонки какие-то вмонтированы в стены. Ну, то есть женщина там с керхером ездит, убирается. То есть технологии вроде как до них дошли, но почему-то от видеокамер они все-таки предпочитают отказываться. Людей снимать нельзя. Почему людей снимать нельзя? Почему себя нельзя снимать? В общем, очень странная история. Но в целом, конечно, храм красивый. Росписи и все такое. Вы выглядите впечатляющие, но я тебе так спорю. За моей спиной находится Троицкий собор. Он известен тем, что там находится мощь преподобного Сергия Радонежского. Поэтому вы видите огромную очередь, которая стоит, чтобы посмотреть. А еще этот собор стал первым подмосковью, сделанным из белого камня. Ну, а сейчас мы ставим церковно-трапезной. И вообще выглядит на самом деле прикольно. Очень клевая архитектура и очень клевые цвета на самом деле. Мне вообще все нравились такие неяркие, но приглушенные такие неконтрастные оттенки. Причем вот эта вот геометрия, она очень прикольно сочетается с вот этими вот фресками, да, вырезами на колоннах. Вообще так необычно на самом деле смотрится. Очень сильно выбивается вообще из всего архитектурного комплекса, который здесь находится. Хочется сказать, что здесь очень душевно и красиво. То есть здесь как бы такой практически парк. Можете сюда прийти и прямо отдохнуть, взять купить что-нибудь в настырской лавке, взять кваса, сесть на лавочку и созерцать всю вот эту древнюю красоту. Интересно, что все эти постройки, они сохранились практически вот в первозданном виде. Я не видел, чтобы здесь какая-то прям была сильная реставрация. И очень классно, что люди следят за старой архитектурой, что они не плюют на нее, что продолжают ухаживать и делают из этого как бы такие культурные объекты нашего исторического наследия. И это очень важно и правильно. Поэтому те, кто здесь не был, обязательно съездите. Вам понравится как минимум, потому что здесь очень много старой и интересной архитектуры, которую вы просто не увидите на улицах вашего современного города. Ну, конечно, Сергий Фасад – это не только троица Сергиева лавры, не только богатая православная история, но еще и, конечно же, на город повлиял Советский Союз. За такими красивыми зданиями, безусловно, скрываются и худшие архитектурные советские здания. Они остаются за ширмой города, потому что, конечно, то, что ты проезжаешь здесь, видишь всю эту красоту, это замечательно. Но как только ты заезжаешь буквально за угол, ты видишь, ну, реальные условия людей, которых они здесь живут. Ну, немножко грустненько от этого становится. Очень классный пруд, парк, точнее. Прям мне очень нравится. Очень ухоженный, все для людей сделано, красиво. Особенно сейчас хорошая погода, солнце светит. Дизайн действительно. Да, здесь проделана такая работа по дизайну. Я вижу логотипчики, вот, например. Иконки такие. Это библиотека в... Как эти пруды? Скитские пруды. Зашли в парк из скитских прудов. Кстати, книги нельзя хранить на улице. Я думаю, их убирают на ночь. Здесь есть скит-парк, также бурка, настольный теннис, тренажеры. Вот, дети занимаются. Вообще класс. В такую погоду самое то. Друзья, мы приехали, куда мы приехали? В источник Гремящий Ключ. Это такое место, в котором... Волшебное. Волшебное, да, здесь. Которое сохранилось полностью из деревянных досок. Из деревянных досок. Из бревен, короче. Короче, это место цветных источников, по преданию возникших по просьбе самого преподобного Сергия. Его ученика Романа, застегнутого жаждой. Конечно, в советское время... Это пишут в Википедии. Это не Википедия, кстати. Ладно. Это какой-то более крутой сайт, чем Википедия. Алфавит. В советское время здесь использовалось все в качестве, так сказать, складов, да, чтобы типа на пользу шло. Да, странно, что это не разрушилось все, потому что он все просто деревянный. Гремящий ключ – это неотъемлемая часть Сергии Троицевой... Как это правильно вообще склоняется? Троица-Сергиевые лавры. Да, что бы. Надо выговорить это еще правильно. Вот. Здесь очень много купалин. Кстати, здесь реально можно купаться. Кто? Короче, знаете, ребята, это все урод такой православный санаторий. Приезжаешь, такой чилишь, водичку пьешь, купаешься. На чили, на расслабоне, клево, красиво тут. Вот это прикол. Ух ты. Сейчас было чуть потеплее, а можно купаться. В общем, это все. Видите, это, короче, сделано реально просто тупо из дерева. Надо не провалить спину. Это точно. Кстати, ребят, вот кто не знает, как выглядит землянка, они выглядят вот так вот. Пойдем кушать. Готовы? Да, я себе из вас все. И все, правильно, лучше кушать. Это вообще реально что-то. Не да, на троечку. Согласен. Но очень дорого. Нам это во сколько все вышло? На 1000 рублей? Да, на 1000. Ну суп, хапчок и сливочный какой-то с этими. Да, проблема в том, что нету салфеток, приборы пластиковые. А еще супы все просто из 90% из масла состоят. Ну да. Поэтому лучше поехать на другое место. Теперь мы едем домой, все посмотрели. Очень понравилось, сегодня была классная погода. Больше всего мне понравилась история Сергея Лавры. А мне гремячий ключ. В общем, вот, поэтому наши мнения разделились. Но ресторан не понравился никому. В чем-то мы сошлись. Да, едем мы долго, 3,5 часа. Будет о чем подумать. Может быть, даже смонтируем это видео за время того, как мы будем ехать домой. В общем, мы с вами не прощаемся. Кликайте на наши ссылки других наших видео. Смотрите их. Путешествуйте сами. И всем удачи, всем пока. Пока.